Дагестан всегда славился своей самобытностью и культурой народов, которую с самого детства прививают детям из поколения в поколение. Так, в детском саду Каспийска номер 22 «Солнышко» большое внимание уделено воспитанию патриотического духа через народно-прикладное творчество. Заведующая дошкольным образовательным учреждением Гуля Кубачанова рассказывает, что идея сделать народную тематику изюминкой детского сада прошла неожиданно. Этот сад был полностью санаторно-тиберкулезный. Здесь оставались детки на ночь. И, конечно, когда какую-то часть детей забирали, а какая-то часть детей оставалась, детки тосковали. И вот тогда вместе с коллективом мы решили организовать такую арт-терапию, то есть такую студию. Мы забирали детей, тех, кто остается на ночь, и проводили с ними занятия. И мы увидели, что эмоционально детки становятся более веселыми, более стрессоустойчивыми. Коллектив детского сада также решил привлечь к данному направлению и родителей воспитанников, так как их поддержка для достижения результата необходима. Со временем в дошкольном образовательном учреждении начали проводить различные культурные мероприятия, посвященные народно-прикладному творчеству. Первое мероприятие, которое мы провели, это был кукла моего села. То есть детки дома с мамами шили куклы и пытались в наряде этих кукол отразить какие-то особенности именно этого села. То есть кубачинки вышивали красиво касс, этот ихний платок. Там полхарки покрывали свою куклу оранжевым покрывалом. Этот конкурс у нас стал традиционным, он стал переходить из года в год. Дагестан – уникальное место на земле с абсолютно разной культурой, и нам нужно всячески это использовать, считает собеседник. Кроме того, в 2021 году дошкольное образовательное учреждение получило грант от главы региона Сергея Меликова в номинации «Народно-прикладное искусство в дошкольном образовательном учреждении». Мы просто обобщили весь свой опыт, то есть мы были готовы, мы ничего нового и не предприняли, мы просто обобщили свой опыт и его представили. Конечно, для нас было большим счастьем и большой неожиданностью, когда мы его получили, это был восторг. Мы сумели приобрести очень много предметов народно-прикладного искусства. Полученный грант был полностью направлен на создание собственного музея с разновидностью предметов народно-прикладного искусства. Теперь в детском саду можно найти винтажный сервис «Гжель», «Жество», «Белгородскую игрушку» и многое другое. Наши дети сейчас имеют возможность не просто на картинке это все увидеть, а и потрогать, и пощупать, и как-то даже поиграть. На данный момент в детском саду продолжает реализовываться программа по ознакомлению детей с историей Регистана и выдающимся личностями республики.